Привет! Хотите кофе? Вообще-то я вру, это не кофе, это вода. Так как я пила кофе буквально полчаса назад, я не стала наливать новый. Это вариант для здоровья пить много кофе. Но мой кофе онлайн не навредит вашему здоровью. И возможно даже поможет с чем-то. Я часто слышу вопрос. Женя, откуда у тебя столько мотивации и вдохновения? Ты рисуешь буквально каждый день. Это так и есть, я рисую каждый день. Но откуда у тебя столько сил, чтобы это делать? О, нет-нет-нет-нет-нет. Ребята, вы просто не знаете. Сейчас я делаю намного меньше, чем раньше. Когда-то у меня были обновления в группе буквально каждый день. И это были полноценки, скетчи. Короче, несколько обновлений за день. А еще у меня не было личной жизни. Но я и сейчас делаю обновления практически каждый день в своем телеграм-канале. Кстати, на который вы можете подписаться по ссылке в описании. А вообще, а мы говорим про мотивацию и вдохновение. Правильно ведь? Так почему же фон такой унылый? Надо что-нибудь более вдохновляющее. Как насчет леса? Красиво, не правда ли? Не обращайте внимания. Кстати, я все видео буду щуриться, потому что солнце светит мне прямо в лицо. Ну что поделаешь? Ради красоты придется постараться. Ну а если серьезно, не стоит думать, что я очень мотивированный и какой-то супер вдохновленный человек. Это правда, что я живу творчеством. Я буквально дышу рисованием. И, возможно, кофеином. Но есть ли у меня вдохновение типа всегда? Конечно нет. Я встаю по утрам примерно с таким лицом. И единственное, что мне хочется, это лечь обратно. Когда-то, леток 7-8 назад, у меня было дофига энергии, и я целыми днями рисовала. У меня тогда был хиканский период в жизни, я выходила на улицу только для того, чтобы вывезти собаку. Или сходить в магазин. Все остальное время я проводила в интернете. Именно поэтому в период 2017-19 годов в моем паблике творилось самое настоящее вакханалие. Типа интерактивы, обновы каждый день и не одна штука. Много-много скетчей и полноценок. В моих альбомах за 2017-е и 20-е годы более тысячи работ за один год. То есть каждый год более тысячи работ, я имею ввиду. Да, много скетчей, но кто, блин, сказал, что скетч нельзя рисовать и выкладывать в основу? Так вот, энергии была куча, как и свободного времени, потому я только и делала, что рисовала. Я приучила себя рисовать каждый день еще с 2016 года, кстати говоря. И я не изменяю этой традиции по сей день. Однако с тех пор изменились вещи, и теперь я не могу рисовать так много. Во-первых, из-за пережитых психологических проблем, которые у меня все еще имеются. А во-вторых, конечно, чем старше вы становитесь, тем меньше у вас энергии, это факт. И чтобы поддерживать это, вам приходится делать всякие скучные вещи по типу гуляя каждый день, разминки, зарядки, правильное питание и так далее. И я всегда говорила своим подписчикам, что на такого человека, как я, не нужно равняться. Я имею в виду, не нужно пытаться выжимать из себя рисунки каждый день. У каждого свой темп, свое свободное и занятое время, свои дела, потребности. Некоторым сложно даже стилус в руки взять и себя заставить что-либо делать. Чего уж там говорить про рисование каждый день. Я живу творчеством, это то, что наполняет меня. То, без чего я не могу. Если вы не такой человек, то это нормально. Ладно, поговорили о прошлом и хватит. Давайте-ка подскажу вам несколько вещей, которые помогают лично мне поддержать мотивацию. Я просто надушню, как очередной блогер, который рассказывает, как правильно питаться, спать и делать другие скучные вещи. Первый пункт – это планы. Не знаю, что вы хотите мне сказать. Планы? Ты серьезно? Я вам скажу, да, я ненавижу планирование. Но давайте расскажу вам кое-что интересное. Вот есть у вас какая-то большая цель. Типа, вы хотите сделать свой проект. Допустим, это комикс из 50, 100 глав. Сколько хотите. Даже если это мини-комикс, в котором будет, допустим, 50 страниц. Все еще эта задача кажется охренеть страшной для вашего мозга. Он, видя, как вы перед ним ставите большую задачу, просто охренеет. Да-да, наш мозг очень хитер, и он обычно выбирает путь обойти сложную задачу. Например, вместо того, чтобы получить серотонин от выполненной работы, он бы лучше предпочел посмотреть видосик на ютубе. Ведь, по сути, и там, и там вы получите эту сладкую конфетку серотонина. Разница лишь в том, что вы можете сэкономить себе оперативы, и вместо того, чтобы работать, вы можете посмотреть видео. Это же намного проще, не так ли? Наш мозг очень любит саботировать поставленные перед ним задачи. Потому, очень часто, когда мы садимся делать какую-то работу, мы начинаем отвлекаться, делать все, что угодно. Принято мыть о посуду, или просто залипание в окно. Но не то, что нужно. Так вот, представьте себе. Вы ставите перед вашим мозгом факт, что вам нужно сделать ваш проект. И внутри начинается дискомфорт, по типу, а чё, а как мне это делать вообще, с чего мне, блин, начать, страшно, не хочу ничего делать. А вдруг от этого не будет никакого выхлопа вообще, и никто не дает мне вероятность, что это окупится. Ну и так далее. И планирование здесь очень помогает. И как же? Вы берете ваш большой, мать его, проект и делите на подпланы. Задачи. Чем мельче, тем лучше. Вы сразу же перестанете бояться, если увидите перед собой не сделать этот комикс, а нарисовать сегодня первые три страницы, например. Еще один хороший пример, как я делаю видео. Сегодня я пишу сценарий, завтра я делаю озвучку, еще через пару дней я придумываю визуал или рисую раскадровку. И то, если это раскадровка, то я делаю ее не за один день. То есть, раскладывая задачу на счастье, вы даете себе, своему мозгу понять, что да, она большая, но тебе не надо делать это все здесь и сейчас. Это очень помогает. Просто проверьте на практике. Попробуйте сделать это пару раз, и вы, думаю, поймете, о чем я говорю. И желательно еще ввести чекап-лист, что вы сделали сегодня. И отмечать, когда вы делаете то, что должны были. Это также дает внутреннее удовлетворение от выполненной задачи. И мотивирует действовать дальше. Лучше идти маленькими шагами в своем темпе, чем торопить себя и пытаться заставить сделать все и сразу. И вот, я сменила окружение. Так красиво, тут такие чайки летают, вы просто не видите, тут чайки летают, реально, они тут просто круги наворачивают. Это все так красиво. А для чего, собственно, я сменила окружение? Ну, я люблю природу, природа меня вдохновляет. Так почему бы вам не попробовать себя окружить тем, что вдохновляет вас? Довольно важно давать себе глоток свежего воздуха. О, нет, я не про природу, это не обязательно. Понимаете ли, у каждого из людей свой приоритет. Кому-то нравится шоппинг и шумные компании. А кому-то, как мне, хочется тишины, кофе, посидеть, подумать о своем. Ну, или посмотреть работы художников, которые мне близки по духу. Короче, я о том, чтобы вы окружали себя тем, что вас вдохновляет. Подписывайтесь на людей, которые вам нравятся. Или имеют то, что хотите вы. Или же просто ходите гулять. Если вы будете себя наполнять тем, что вам близко, то энергия у вас появится. Почитайте книгу, посмотрите видео, послушайте подкаст. Просто погуляйте по лесу. И не знаю, сделайте то, что вдохновляет именно вас. Мне вот очень нравится игра на фоне. Я, блин, прохожу ее уже в 12 раз, но я довольна этим. Вот и вы, пойдите и сделайте то, чем будете довольны. Не пускайте в ваше окружение то, что отнимает у вас энергию. Почему я обхожу все конфликты, всякие разборки, разоблачения и так далее стороной? Да потому что меня это выматывает, мне это неинтересно. Это не дает мне ничего, кроме чувства тревоги и впустую потраченного времени. Каждому свое, короче. Знаете, есть кое-что, что я упускаю даже сейчас. Я никак не могу расслабиться. Мне все время кажется, что если я ничего не сделала за день для своего проекта, или своего канала, или не порисовала и так далее, то день прожить зря. Ну реально, кому нужен этот отдых, а? Правильно, он нужен вам. Очень важно давать себе отдыхать. Я понимаю, что вокруг нас сейчас царит этот успешный успех, и в такие моменты ты начинаешь думать, что ну какой тебе отдых, тебе нужно стараться стать лучше. Ведь вокруг столько людей, что добились того, о чем ты можешь только мечтать. Я вижу много художников, которые лучше меня в разы в свои 20, а то и меньше лет. Какой отдых? Надо быстрее делать видео, выпускать их чаще, выбирать аудиторию. Постоянно хочется себя подогнать, и любой отдых кажется незаслуженным, ведь ты еще так далек от того уровня, от той цели, которую ты себе поставил. Если вы, конечно, имеете цель. История довольно простая. Лишая себя отдыха, вы приходите к выгоранию. Когда вы делаете что-то через силу, подгоняете себя постоянно, взваливаете на себя кучу всего, не успеваете сделать задуманное, виниете себя, а после сваливаетесь без сил, это именно то, к чему приводит отсутствие отдыха. Даже если вы, ну, очень любите вашу работу, ваш проект, над которым вы работаете, готовы утопать у него 24 на 7, у вас вызывает это интерес. Все равно. Вы должны сделать себе хотя бы базовых 2 дня в неделю отдыха. А вообще, дни, часы и время отдыха должно базироваться на конкретно ваших потребностях в этом. А чтобы выделить такое время, надо себя слышать и знать. Многие люди живут, совершенно не зная о своих потребностях и чувствах. Приведу свой пример, я знаю, как вы это любите. Когда-то я делала одно видео по Кукирану, это была история моего любимого персонажа с моим Оз. Нужно было нарисовать много спрайтов, фаны, придумать историю, подобрать музыку, смонтировать, короче, сделать дофига всего. И я была так сильно увлечена, так хотела побыстрее закончить, что совершенно забыла об отдыхе. Я сделала очень много работы за короткий промежуток времени. И после этого словила нехилое выгорание. Не могла рисовать несколько дней. Вот так оно и работает. Я слышала достаточно кейсов от психологов, которых смотрю, как люди работают без отпуска годами, а потом не понимают, почему они истощены. Потому что отдых нужен, это необходимость. Не стоит этим пренебрегать. Главное определиться, сколько вам нужно времени в неделю, чтобы расслабиться. Однажды один мой знакомый сказал мне, что я занимаюсь какой-то хернёй, и стиль мой, в принципе, говно, рисунки не очень. И, собственно говоря, после этого я этого знакомого не видела, потому что перестала с ним общаться. Нет, серьёзно, сколько раз мне на стримах писали люди, мой друг говорит мне, что я рисую говно. В смысле, ты правда называешь другом человека, который оскорбляет твоё творчество, так? Я не говорю, что друзьяшки не могут над тобой подшутить или дать тебе критику, но, бро, критика должна быть критикой, а не оскорблением. Когда ваше окружение заставляет вас сомневаться в том, что вы делаете, или оскорбляет то, что вам дорого, что вам нравится, ваши интересы и так далее, я очень хочу посоветовать рассмотреть данного человека со стороны и спросить себя, а нужен ли мне в окружении такой человек. У меня было достаточно за жизнь знакомых и даже друзей, которые унижали меня. Раньше была очень робкой, и слова «нет» для меня вообще не существовало, а потому нервно посмеиваться от слов. Бросить бы тебе эту хуйту, да делом полезом заняться, было нормально. Сейчас около меня нет и не будет таких людей. И я говорю, повторюсь, не о критике, которые могут дать тебе, и это нормально, когда друзья могут помочь тебе с этим. Я говорю о случаях, когда вы после общения с человеком не то, что не чувствуете себя наполненным, скорее, это ощущение, что вас высосали. Не нужно сразу же пускаться во все тяжкие и кикать всех в чаяс. Просто если какой-либо друг позволяет себе оскорблять ваши интересы, ваше творчество, что-то еще, что вы цените, то попробуйте поговорить с ним об этом. Возможно, он даже не в курсе, что вам такое не нравится, если вы вдруг не заикались об этом. Следите за тем, кем вы себя окружаете. Это тоже очень важно. Окружающие вас люди вас поддерживают или же заставляют чувствовать себя хуже. Я понимаю, что иногда рядом с вами может находиться лишь один друг и тот токсичный, но поверьте мне, лучше уж побыть какое-то время одному и найти кого-то, кто будет ценить вас, чем страдать и быть истощенным от такого человека. Ваше окружение делает вашу личность, мотивирует или убивает. Решать только вам. И так, пятый пункт. Погодите, секунду, мне написали. Я сейчас отвечу и... Так, угу, 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 угу. Ах да, пятый пункт. Так вот. Соцсети и другие отвлекающие вас факторы. Вау, все как обычно. Все об этом говорят, и я скажу, потому что это правда, какой бы надоедливой и скучной она ни была. Соцсети. Вас отвлекают. Когда вы работаете, первое, что вам лучше всего сделать, это закрыть телеграм, тиктоки, вк и другие вещи, которые будут присылать вам уведомления. Или веселить мемными видосиками. Вы тоже открываете телеграм, чтобы ответить на одно сообщение, а потом спустя час понимаете, что делаете очередной стикерпак или смеетесь в комментариях своего щитпоста. Что, никогда такого не было и вот опять? Да, соцсети расходуют нашу энергию, а также отвлекают, могут затянуть, вы и глазом маркнуть не успеете. Плюс очень важным фактором является то, что ваш мозг не успевает сконцентрироваться и нормально втянуться в работу, когда вы его дергаете то к одному, то к другому. Из-за этого ваше внимание будет рассеянным, и вы так и не сможете в их состоянии работать. Это как ваше ПК объяснит, когда вы включаете много программ одновременно. Нет-нет, я не о вас, пользователей суперкрутых компуктеров. Я о тех, у кого оперативки мало. Ваше ПК начинает грузиться, потому что вы пытаетесь сделать несколько дел одновременно. Вот и это выглядит примерно так же. К тому же, чтобы войти в состояние концентрации на чем-либо, требуется время. Вообще, если это рисование чего-либо, то музыка или даже подкаст на фоне вас, может, и не отвлечет. Тут каждый может найти для себя вариант сам. Вдохновение! 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 Блядь! Я пришла в лес, и никак не могу найти вдохновение. Я уже 15 минут вот здесь хожу, тут озеро красиво, чайки летают, все классно, но вдохновение ко мне не приходит. Ты вроде вот думаешь, ты сейчас придешь на природу, да? У тебя сразу появится вдохновение, разве это не так работает? Представляете себе? Нет. У меня нет вдохновения. Я... Я еще... Вдохновение, и оно не приходит. Как так, а? Один из самых важных пунктов. Вдохновение. Ну как вообще можно начать что-либо делать, если ты, например, сидишь и не чувствуешь, что самое состояние потока, желание творить? Ах, да, ты же не чувствуешь этого типа 95% времени, а то и все 99%. Ну что ж, это нормальный дружочек, потому что я, как и все, чувствую то же самое. Как думаешь, как я сажусь рисовать каждый день? А как я делаю стримы два раза в неделю, на которых я рисую несколько картинок? А как я анимирую почти каждый день? Пишу все эти планчики и видосики для тебя, и делаю какой-то там сценарий какому-то там behind the screen. С божьей помощью, конечно. Ладно, будь серьезней. Короче, простой рецепт, как найти вдохновение. Садишься, значит, за работу, и начинаешь делать. Делаешь минут 5, 10, 15. Желательно дать себе хотя бы 15 минут. Этого достаточно. И вот сюрприз, ты уже и не заметил, как полтора часа сидишь и рисуешь? Если, конечно, у тебя есть эти полтора часа свободного времени. Так или иначе? Вдохновение почти всегда приходит в процессе. Но ли бывает, что не приходит? Оно не ощущается, как прилив сил и состояние полета, фантазии и легкости. Нет, нет. Чаще всего тебя просто затягивает процесс. Вот и все. Мы люди, такие существа. Нам нужно что-либо делать. Мы не можем долго сидеть и смотреть в стену, например. Скука – лучшее оружие против лени. Когда нам становится скучно, мы идем и делаем что-то. Не так ли? Когда я отключаю себе соцсети и сижу перед открытой программой, мне в принципе ничего не остается, кроме как взять стилус и попробовать. Просто попробовать. Слышите? Без давления. Если ничего не будет выходить и я буду чувствовать, что не хочу сейчас этим заниматься, то я перестану. Но почти всегда это работает и поставленная цель порисовать для видео сегодня отмечается галочкой в блокноте. Ай да ты! Ай да молодец! Иди выпей кофе и, не знаю, нарисуй там себе скетч какой-нибудь для себя. Ну а что? Не забывайте себя хвалить и давать себе поощрение за работу. Это тоже очень важно. Ну, в общем-то, это все, что я хотела сказать. На самом деле, таких способов мотивировать себя может быть гораздо больше, но я назвала самые основные, которыми пользуюсь лично я. Вы можете в комментариях сказать о своих способах, как вы боретесь с ленью и что ли помогает лично вам. Любой ваш комментарий мотивирует меня работать дальше. Просто напомню о том, что, во-первых, ваши комментарии продвигают мои видео, их посмотрят как можно больше людей, а во-вторых, это просто меня вдохновляет. Когда я вижу, что мои видео помогают людям, это для меня показатель того, что они полезны, значит, надо делать их дальше. А на этом все. Пейте больше кофе. Нет, это шутка, не пейте больше кофе, это не полезно. Просто больше рисуйте, продолжайте творить, а я пойду. Пока.